Всем привет, с вами Механика и я продолжаю собирать драндулет. Итак, в прошлой серии я запустил двигатель, после этого я прикрутил сидение и машина в принципе теперь наверное может ехать. Единственное что нужно сделать это поставить выхлоп хотя бы... А, черт, ручника еще нет? Ну ручник это ладно, это такое дело наживное. Так, также приборов у меня нет, мне нужен тахометр, без него что-то как-то совсем туго, не видишь обороты какие и соответственно можно перекрутить движок, можно его перегреть. Так, хочется уже на тачке немного прокатиться, но пока-пока что-то как-то не получается. С другой стороны выхлоп, выхлоп ставить достаточно проблематично, плюсом нужно машину как-то на яму вот сюда загнать, насколько у меня это получится сейчас, давайте посмотрим, попробуем. Так, есть, есть, можно заводиться наверное. О, ну давай, давай, давай. О, так, задымило сразу в салон, в общем надо подержать немножечко оборотов, чтобы движок нагрелся. Так, подсос я наверное не буду трогать тогда, просто сам чуть-чуть погазую. Если движок прогреется, он будет работать ровнее. Так, да, ручника нет, значит и проблем нет никаких. Сцепление вроде как автоматическое, ну давайте попробую я немножечко назад сейчас вот так отъехать. Так, а что такое? Что-то коробка не втыкается. Странно. Стоит вроде как автоматическое сцепление, что неужели коробка сломалась? Ну-ка, подождите, подождите. Ага, не-не-нет, все втыкается. Во, во, смотрите, все, все уже, уже ездит, уже, уже все ездит. Так. Ну, что-то как-то включается хреновенько, если честно. Мне там писали, что я что-то не докрутил, но вроде как все закрутил. Сейчас вот попробую еще на яме посмотреть. Ох ты, ох ты, ох ты. Тихонько, тихонечко. Так, все. В принципе, я могу, наверное, вылезти отсюда пока. Или не могу? Не-не, нормально, нормально, как раз машина стоит. Вот, смотрите, она чуточку прогрелась и уже практически не глохнет. Ее не трусит. Я, в принципе, могу ее сейчас уже заглушить. Так, что нужно сделать? Попробую сейчас я поставить выхлоп. Это не всегда удается сразу. Так. Вот здесь, что ли? Нет, но эти болтики... Свет. Надо включить свет в гараже. Давай. Есть. Свет в гараже есть. Так, мне писали, что ключ на 5 там нужен, чтобы прикрутить. Вот здесь это прикручивается сам непосредственно рычаг КПП. Вот они 3, получается. Так, вот здесь нет фонаря. Здесь же вроде должен быть еще фонарь, по-моему. Да, точно, есть фонарь. Сейчас я возьму фонарь. Не знаю, как... Так, как его активировать? Наверное, тоже нау. Да, вот. Давайте все это посмотрим. Так. Ну вот, как я уже и сказал, здесь просто болты. Получается, здесь ничего уже прикручивать не нужно. Если только вот здесь... Ага, вот, точно. Вот снизу, теперь вот отсюда я вижу. То есть, сверху я болт прикрутил, а вот здесь 2, соответственно, нет. Так, соответственно, мне нужен что? Ящик с инструментами. Ящик с инструментами. Он лежит. Лежит уже в тачке. Так. Ну-ка, давай. Так, хорошо. Положу пока это здесь. Вдруг пригодится. Ну что, ну что, ну что такое? Во, открылось, есть. Беру ключик на 5, самый маленький. И иду крутить коробочку. Возможно, да, возможно, после этого она станет работать лучше. И, по сути, все. По двигателю тогда получается, что все собрано. Все везде закручено. Вот ту гайку я закручивал как раз таки. Сверху ее было видно. А этих, соответственно, я увидеть никак просто не мог, пока не загнал машину на яму. Ну, здесь все логично. И, как бы, придраться-то даже не к чему. О! Ничего себе! Я жму на F, при том, что я не нахожусь в машине. Смотрите. А коробочка-то включается. Так. Ну ладно. Это ничего страшного в этом нет. Так. Вот у нас есть выхлоп, который надо прифигачить теперь. Да. Как всегда, как всегда. Опять. С выхлопом есть некоторые проблемы с его установкой. Вроде, ну, ничего сложного-то здесь быть не должно. Как бы. Но, тем не менее, эти проблемы есть. Так. Да ладно. Ничего себе. Слушайте. Ну, прям. Вроде, вроде, удачный день у меня получается. Только вот я не помню, каким ключом она там прикручивается. Так. Наверное, я возьму сейчас весь ящик с инструментами с собой. Что мне еще нужно? Так, нет. Так не видно будет. Он, получается, прикручивается у нас где-то вот, где-то вот там. Вот. Два как раз-таки. Два болта я могу уже наблюдать. И ключ какой-то ключ. И ключ какой же там. На 9, на 10. Так. Нет. Вроде, вроде не он. Да. Вроде не подходит этот ключик. Наверное, на 10. Хотя, если честно, казалось мне, что он чуточку меньше. Так. Я сейчас проверю еще 11, 12 и пойду, наверное, вниз. Черт. Вот, конечно, не очень удобно, но ничего не поделаешь. Приходится проверять. Тут как бы... Да, наверное, все-таки ниже. Ниже 9. То есть, это уже 8 где-то. Так вот, попробуем восьмерочкой. Может быть, он. Че, он что ли? Блин, вот сейчас же было. Только я не знаю, это не он, походу. Нет. Это вроде как не он. 7 тоже вряд ли. Да ладно, на 7, ни хрена себе. Совсем маленьким ключиком закручиваем здесь. Второй крепеж, честно сказать, не помню. Сейчас посмотрим, крепится он где-то или не крепится. Так, вот, вот здесь еще, да, тоже ключиком на 7. Затягивается, и после этого мы можем вставить банку. Здесь вроде как одним. Так, вот она банка. Надеюсь, с ней проблем тоже не возникнет никаких. Оп-оп-оп. Так, берем сразу ключик. Ищем места. Здесь вроде нету. По крайней мере, я здесь не вижу. А вот здесь, наверное, должно быть что-то. Так, вот-вот-вот. Вижу один. Не знаю, там есть еще соединительное что-то или нету. Что-то видно так хреново, если честно. Где оно? Где-то вот здесь соединяется, да? Или здесь? А, вот оно вроде. Место соединяется. Ну, я не вижу второго крепежа никакого. Второго крепежа, честно сказать, не вижу. Можно взять, конечно, фонарик подсветить, но... Наверное, это не самое важное и не самое интересное занятие. Ой-ой-ой-ой-ой. Дверь упала. Дверь упала, это очень плохо. Но ничего не поделать. Мне нужно поставить ручник. Так, ручник. Вот. Вот. Тоже неплохо. А здесь насколько же... Получается, еще меньше, что ли? То есть, еще четыре болта нужно закрутить. И, по сути, снизу я уже сделал все. Можно будет поставить двери. Да или, наверное, двери я буду ставить в следующем каком-нибудь выпуске. А в этом можно просто попробовать прокатиться. Да, можно попробовать, как она едет. Так, а что такое? Вроде навожу, но что-то он не закручивается. Вот этот вот один болтик. А, не, все нормально. Итак, получается, что, в принципе, техническую часть автомобиля я собрал. Вот это вот часы еще можно поставить. Так, а куда они ставятся-то? То есть, часы можно было поставить вместо тахометра? Интересно. Это очень интересно. Так. И что здесь? И магнитолу можно воткнуть. Хотя колонок нет. Как она будет играть? Честно сказать, я не знаю. Но воткнуть ее можно. Как бы такое радио советского еще образца, как на копейках было. Так, ну что, давайте заведем тогда тачку. Попробую я немножечко проехаться на ней. Так, так, так. Ну-ка. Вот задняя скорость включена. Слушайся, ну неплохо вроде как едет. Да, немного... Немного как вроде в сторону тянет ее. Или нет? Да, чуточку тянет в сторону. Ну, я прям так вот чуть-чуть, совсем немножечко сейчас проедусь. Да или нет, если руль отпустить, смотрите. Нормально едет. Ну, чуть-чуть газ даешь, когда вот есть немного. Надо подрегулировать, значит, тяги рулевые. Так, здесь я смогу развернуться. Наверное, смогу. Оп. Все, выскочил, выскочил. Неплохо. То есть едет вполне уверенно. Ничего не глохнет. Ничего не пердит. Честно сказать, я даже немного удивлен. Потому что получилось, ну, без особых косяков. Вот так вот с первого раза все получилось. Двигатель работает ровненько. Пока никакого тюнинга на него не планируется даже. Вот я даже не слышу. Клапана, по-моему, не стучат. Слушайте, правда клапана не стучат. Вот это прикол. Тормози, блин. Что-то не тормозит ни хрена. То ли на второе она не хочет тормозить, то ли что, не знаю. Так. Вот так вот я ее оставлю здесь, на яме. Дерну ручник и заглушу мотор. Не, ну я очень рад, если честно. Она не глохнет. Работает вполне себе неплохо. Чуточку здесь вот замята передняя панель. И немного порог вот помялся. Так, в принципе, она достаточно целая. Я думаю, что в следующей серии я уже ее соберу. Окончательно, возможно. А может быть не окончательно, не знаю. Посмотрим. В общем, постараюсь полностью ее собрать к следующей серии. Или в следующей серии. Если вам понравилось, вы хотите продолжения, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Механик и всем пока.